Всем привет! С вами Аня, это канал Ньюта Хендмейт. Сегодня мы с вами приведем розыгрыш наборчиков. Напоминаю, я разыгрываю набор, это кофейник... Ой, почему я называю его кофейником? Вообще называется он ценитель кофе от Алиса и набор на деревяшке от Волшебной Страны. Я посчитала количество участников под последним видео. Их оказалось немного, всего 7 человек. Но это и хорошо, потому что шансы есть у каждого победить. Шансы очень хорошие. Из-за того, что мало участников, я не стала скачивать никакой рандомайзер. Будем разыгрывать по старинке. Я выписала список участников от последнего комментария. Последний комментарий был от Юлии Рашид. То есть от нее пойдет отчет. Она написала 5 дней назад и больше у новых участников не было. Поэтому будем от нее как бы отсчитывать. Она будет номер один и мы вниз пойдем. Всего 7, напоминаю. Я нарезала вот такие вот листочки с номерками. И вот от Юлии уже будем вниз отсчитывать. Давайте я его потрясу как следует. Потрясу. Открываем баночку стеклянную. Давайте перемешиваем все. И я вытягиваю листочек. Листочек я вытягиваю под номером 6. Под номером 6. И посмотрим по моему списку. Номер 6. Это Али Бэй. Поэтому поздравляем вас. Вы выиграли два наборчика. Я вам напишу комментарий, чтобы вы уведомлений своих увидели. Они все же смотрят видео постоянно. Может она вообще не подписывала, случайно участвует. Поэтому напишу комментарий и вы мне ответите. Напишите свой адрес и другие данные, которые необходимы при отправке посылки. Кстати, вот недавно отправляла маме посылку. Если кто не знал, сейчас тарифы на почте в связи с реорганизацией поменялись. Они стали выше. По крайней мере в нашем регионе. И поэтому нужно необходимо скачать приложение Почта России. Там зарегистрироваться. И если вы хотите отправить посылку, эту посылку можно там же и зарегистрировать. Сразу присваивается по моему трек номер. И распечатываете этот бланк. Несете уже на почту. И там вас просто очень быстро регистрируют и все. И через приложение получается намного-намного дешевле. То есть у меня разница была 200 с лишним рублей даже. Я думаю это существенно у кого вес посылки такой хороший, приличный. Но это просто тем, кто не знал. Может ли кого-то это уже информация не новая. Но не суть. По вышивке каких-то огромных продвижений у меня нет. У нас ремонт. И что-то в последнее время у меня вообще не было времени или даже желания вышивать. Не знаю. Ну что-то ковыряло потихоньку. Но небольших продвижений нет. Я вам покажу. Сейчас у меня вообще нет места ни для шитья, ни для вышивки. Потому что вот даже в гостиной, если бы вы видели, у нас тут половина стоит посуды, кухонной мебели. Все это стоит у моего рабочего стола. И мне вообще туда не пробраться. И соответственно даже, ну может из-за этого вышивать даже не хочется. Шить не хочется. Все как бы такое пыльное, грязное. Не хочется ничего доставать. Вот. Ну это ладно. Это дело времени. Все доделается. Все сделается. Все будет хорошо. Ну давайте посмотрим на мои небольшие продвижения уже на столе. Ну что, девчонки, давайте посмотрим на мои продвижения по родовому сэмплеру. Я буду называть его так. На самом деле он называется сэмплер 1852 года от Пермин. Вот такой вот сэмплер для новеньких, кто первый раз зашел на мой канал. Давайте посмотрим, что у меня продвинулось. Продвинулось у меня... Смотрите, было примерно отшито, примерно вот так вот. И не было еще, по-моему, вот птички не было. Да. Я продвинулась немного. Вышила только, получается, Еву. Часть бордюра, ствол, дерево и змею. Мне вот здесь очень нравится... Посмотрите, вот на ствол дерева. Я сейчас вам поближе покажу. Мне очень нравится градиент, который у меня получился. От светлого к темному. И дальше светлый. Вот здесь очень классно получилось. Я вот играю с такими вот ниточками. Обрезаю их. Как-то пытаюсь сгладить резкие переходы. Потому что основной цвет здесь темный. Мне бы не хотелось, чтобы все было такого темного цвета. А именно вот разбавлять такими вот светлыми участками. Если совсем делать, как ниточка идет, будет темновато, как-то очень грустно и печально. Смотрите, что у меня получается. Мне очень нравится. Я нисколько не сожалею о том, что выбрала канву, а не равномерку. Вышиваю, я напоминаю, на 18-м каунте. Почему? Потому что я вот говорила, что я в таких бордюрах, я всегда ошибаюсь. И здесь я совершила уже ошибку. И я ошиблась. У меня здесь идет перекос на две клеточки. Вперед я убежала каким-то образом. Или подождите. Или наоборот я опаздываю на две клеточки. Вот не помню. Я помню, что ошибка в двух клетках состоит. Я сверялась уже. Вот мне надо как-то это все сгладить, чтобы в углу, в правом нижнем, у меня все сошлось. Вот уже с этим бордюром боковым. Ну, посмотрим, как я это сделаю. В принципе, здесь никаких ошибок не видно будет вообще из-за рисунка вот такого, из-за, опять же, перехода ниточки. Здесь все сглаживается. И грубых каких-то ошибок их вообще не будет видно. Вот такой вот фокус. Отшила я здесь немного, но у меня уже ушло вот две такие пасмы. То есть расход будет приличный. Я думаю, вообще на весь сэмплер мне, наверное, вот таких вот моточков надо будет, ну, если две, ну, наверное, около десяти. И, ну, восемь-то точно, наверное, восемь точно. У меня всего их три было. Вот этот третий я сейчас уже начну. Посмотрим, насколько мне его хватит. Я же его режу, получается, тоже играюсь вот с цветами, с плавностью переходов. Но я ничего не выбрасываю. В принципе, у меня, ну, экономно я вышиваю вот этими ниточками. Ну, я думаю, мотков восемь не да. В целом понадобится точно, стопроцентно. Посмотрим, как будет. Пока мне очень-очень все нравится. Вот, я жду, не дождусь, как уже дошью древо познания, да, немножечко вот здесь бордюр дошью. И, наверное, продолжать уже вправо не буду. Я пойду наверх. Вот, так будет логичней. Вот, чтобы уже у меня два полных листа. Или, нет, даже три полных листа. Это уже третий лист пошел. Три полных листа было отшито. Вот такие вот продвижения по этому сэмплеру. Дальше. Дальше я вышивала шоколадницу. Вышиваю я шоколадницу, но я не тороплюсь ее вышивать, потому что хочу участвовать в СП от Люды. Это семь процессов, да, которые нужно отшить до конца года. И этот процесс я хочу включить. И если я сейчас потороплюсь и начну его отшивать полностью, да, но ближе к завершению, я уже, наверное, не смогу его взять в СП. Как бы это будет нечестно по отношению к другим участникам. Все-таки надо брать либо что-то новое, либо наполовину отшитое. Ну, хотя бы две трети отшитые работы. Тогда это будет, я думаю, честно. У меня, наверное, вот на мой взгляд, я не по саге вышиваю, я чисто вот визуально оцениваю свою работу. Я думаю, у меня отшито две трети. Несмотря на то, что по превью, в принципе, мне здесь осталось только лицо, чипец. Но здесь, я уже повторяюсь, много-много фона. То есть весь фон, он тоже зашивается. И он требует большого количества времени, надо сказать. Он не так быстро идет. Хотя участки здесь большие для зашивания. На прошлый момент у меня было отшито, по-моему, вот где-то вот так. Подноса не было точно и не было блузки, не было передника. Вот, я отшила поднос и отшила передничек. Уже остановилась на шее. Поднос меня удивил. Я, когда отшивала, я не понимала, что я шью здесь очень много смены нитей, переходов постоянных. Я не понимала, что я шью. Я шила, шила, шила. Потом меня кто-то отвлек. А, по-моему, муж с работы пришел. Я пошла его встречать, пока мы поужинали, пока туда-сюда. Я возвращаюсь к этой работе уже перед сном. Там на полчасика хотела повышевать. Возвращаюсь и уже каким-то новым взглядом смотрю на эту работу. И обнаруживаю, как красиво получается этот поднос. И все различимо. И кружка с горячим шоколадом. И стакан с водой. Вот стакан с водой больше, да, сейчас вот похож именно на стакан. Кружка пока не очень, потому что фона нет. Вот. Я думаю, будет все очень и очень красиво. Вот. Ну, интересно, интересно отшивать. Вот этот поднос очень интересный. Я на него много времени потратила, но результат вообще шикарный. Жду не дождусь, когда я уже завершу эту работу. Наверное, продвигать уже не буду его наверх. Буду уходить в стороны, зашивая фон. Вот, наверное, вот здесь фона, да, я больше оставила. Да, с этой стороны надо будет начать потихонечку зашивать фон. А так, все пока по этой работе. Но, наверное, его не буду сейчас продвигать. Дождусь, когда я сниму видео про СП и уже им займусь непосредственно. Третья моя работа, которую я тоже двигаю, это вот такие восхитительные лилии. Напоминаю вам по превью. У меня отшито было, по-моему, две лилии было у меня отшито. Вот так вот примерно у меня было отшито. Вот. Сейчас у меня уже четыре лилии. И осталась пятая. Вот эта вот левая лилия маленькая. И зелень. Два листа больших зеленых. Вот. Получается все превосходно. Цвета мне очень нравятся. Все эти плавные переходы. Не устаю просто восхищаться этой работой. Ну, изумительно. Вот сейчас свет хорошо падает. И вам видно все эти переходы на лилиях. И это, девчонки, нет еще бэка. Вы представляете, какая это будет красота, когда я отошью бэк. У меня вообще какой план по этой работе. Я вот отошью лилии до конца. Вот белые лилии. И все. Я, наверное, пока останавливаюсь. Буду останавливаться с этой работой. И буду искать себе раму. Буду искать себе раму. Буду искать себе какой-то станок. Потому что дальше, наверное, нет смысла мне продвигаться. Вот такая вот работа. Очень красивая. Ну, просто вот эти вот лилии, они действительно соответствуют своему названию. Восхитительные. Очень мне нравится результат. Нравится, что получается. Вот верхняя часть непонятно. Пока такая мешанинка немного, да, без бэка. А вот эти лилии крупные, они уже очень различимы. Все здесь понятно. И сам вот этот бутончик, раскрывающиеся движения его. И листочки. Замечательная работа. Мне очень нравится. Но крестики вот на этой основе, они немного толкаются. Она вроде бы 28-го каунта, но крестики у меня почему-то, да, у меня вот толкаются крестики. Вот посмотрите, я не знаю, это ровные или кривые. Но мне как бы дискомфорт, они у меня не вызывают крестики. Но есть у меня получше кресты на равномерке. Почему-то вот на этой равномерке у меня крестики толкаются. Как будто бы не 28-й, а ближе к 30-му каунту. Что-ли, вот так вот по ощущениям, по моим и по глазам. Потому что долго, когда я отшиваю эту работу, у меня глаза устают. Обычно у меня на 28-м каунте глаза вообще не устают. Все для меня комфортно. Но вот на этой основе тяжеловато мне отшивать. Отшиваю я в основном только при дневном освещении. Вот как сейчас я снимаю. То есть мне видно очень хорошо. У меня стол стоит у окна. В принципе, вот все хорошо видно. А вечером сложно. Сложно даже с дополнительным освещением, с дополнительной лампой. Мне сложновато отшивать эту работу. Я тоже буду ее включать в СП. Как увидела такой СП от Люды, сразу захотела в нем принять участие. Но я жду еще один наборчик ко мне идет. Седьмой уже и все вам анонсирую. Сниму видео, чтобы было удобно и люди отсматривать такое коротенькое видео. Просто заявка для СП. И вам, чтобы было интересно. Идет мне очень интересный наборчик. Отшивов на ютубе практически нет. По-моему, даже совсем нет. Тоже вам все покажу. Это по Джону Клейтону наборчик. На этом все, наверное, девчонки. Всем спасибо за внимание. Еще раз поздравляю с выигрышем. А выиграла у нас Алибей. Алибей выиграла. Еще раз вас поздравляю. Мы с вами свяжемся. Я вам посылочку отправлю. Все, девчонки. Всем пока. Спасибо за внимание. Всем удачи. Счастливо.